Я начала своего ребенка терять. Это правда страшно. Надо сразу бить тревогу. И многие врачи уже ставят на таких детях крест. Социум не может им помочь. Наверное, в черт лысого поверишь. Тоня! Инусь! Ух ты! Правда? Красота! Здравствуйте! Почему совершенно нормальный ребенок вдруг становится аутистом? Что могут делать родители, чтобы не допустить этого? Какое значение здесь имеет время? Почему ребенок вдруг не слышит свою мать? И что нужно делать при этом? О чем мечтают родители детей аутистов? Кому больше всех нужна психологическая помощь? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем фильме. Здравствуйте, Наталья! Расскажите нам, пожалуйста, своей дочке Инночке, что произошло? Родился ребенок абсолютно здоровый, ничего такого не было. Беременность, в принципе, тоже проходила нормально. Вот единственное, ну, токсикоз был. Ну, это у каждой второй женщины, наверное, в день. Родилась на 38-й неделе, все было хорошо, развивалась вполне себе нормально, очень даже быстрыми шагами. У нас и видео остались, где она там и в 9 месяцев уже и мама, то есть у нее были мама, да, слоги, папа. Она говорила, в год все было хорошо, у нее начали появляться фразовые такие вот. Фразовая речь небольшая, там, мама, дай, это у нее пошло с года двух, год и два ей было. Мама, пить, то есть это все она очень себе хорошо говорила. В год и четыре мы поставили прививку АКДС. Утром, вечером у нее начались судороги, мы вызвали скорую, приехали врачи, вальяжные такие, как сейчас помню, абсолютно ничего не предпринимают. Температура ребенка 40, практически мы сели в машину скорой помощи, поехали. Нас до 4 утра шпиняли от одной больницы в другую, при том, что ребенка была высокая температура, никто ничего не делал. В итоге нас отправили в самую крайнюю больницу нашего города, там поставили ребенку противосудорожное. И, собственно говоря, на этом все закончилось. Хотя всем им было понятно, что реакция у ребенка на прививку, я им это говорила, что нам сегодня поставили прививку. Еще там в больнице я заметила, что что-то с ребенком не так. Вот у нас в 11 ночи начались эти приступы, именно вот судороги, высокая температура. Она кричала, была каменная. И вот это продолжалось до 6 утра. В 6 утра, когда ей поставили укол, ее отпустила, и все. Собственно говоря, на этом, наверное, я начала своего ребенка терять. Если вы решаете сделать прививки, то лучше их делать после двух лет. А КДС вообще, только после двух, пока не сформирован полностью мозг. Дня через три я заметила, что она как-то себя странно ведет, не откликается. Но я подумала, что это реакция именно психологическая на больницу, что она испугалась. Там врачи, она их боялась. В итоге, когда я побеседовала с врачом нашим лечащим и спросила, что это было, она так пожала плечами и говорит, а я откуда знаю, что это было. Я написала отказ от госпитализации, и мы поехали домой. Приехав домой, я увидела, что мой ребенок, который просто шустро забегала и залетала на диван, подходит к дивану и не знает, как на него залезть. То есть это я уже сейчас стала понимать, что она забыла, что нужно сделать для того, чтобы залезть на диван. Ну, мы как-то думали, ну ладно, отойдет. Вот испугалась, как-то поменяла обстановку, и ей было там некомфортно. Но через неделю я вообще обратила внимание, что мой ребенок вместо того, что подходил ко мне и говорила, мама, пить, просто потом она стала мне нести стакан, а после она стала вести меня за руку и показывать ей на стакан. На любую просьбу скажи, что бы там попроси меня, она просто смотрела и молчала. Как только вы заметили первые признаки болезни, надо сразу бить тревогу. Потому что чем дольше будет развиваться болезнь, тем дольше будете выходить из нее. Я забила тревогу с мужем, мы поехали к неврологу, у нас здесь диагностический центр, где мне невролог сказал, что мама, вы сумасшедшая, у вас все в порядке с ребенком, она еще маленькая, подождите, такое бывает. Это уже потом, когда мы обратились к неврологам в другой город, нам сказали, ну как такое может быть, если у ребенка был приобретенный навык, и он исчез. Если бы она у вас вообще не говорила, это был бы один разговор. А тут ребенок разговаривал, и тут перестал. Это все равно, что вы перестали ходить, и это нормально, можно сказать. Естественно, это ненормально. Но я молодая мама, это мой первый ребенок был. Но я верила врачам, надеялась, как-то ждала. Даже у животных есть аутизм. Например, собаки после прививок, есть такие случаи, когда через какое-то время собака начинает просто ходить по кругу. Вот она ходит по кругу, без остановки. Может внезапно агрессировать, начинать кусаться или лаять. В принципе, уже они живут максимум 5 лет после такого. После мы стали с мужем обращать внимание, что она не реагирует дома на речь. Нам показалось, что она глухая, скажем вот. То есть, производила впечатление глухого ребенка. Мы обратились к сурдологу, проверили слух. Со слухом было все в порядке. Стали обращаться к другим специалистам. Никто таких вот прям критичных замечаний нам по поводу ее поведения, даже на то, что я им рассказывала, не делал. Насколько я сейчас понимаю, они ждали. Ждали время, чтобы потом точно уже какой-то диагноз поставить. Но, естественно, мы все стали замечать, что что-то не так. Стали обращаться к специалистам. В итоге нам стали ставить черты рас с эмоционально-волевыми нарушениями. Эмоционально-волевые когнитивные нарушения. То есть, у нас вот так написано. Черты рас. Сенсомоторная аллалия. То есть, диагноз стоит такой. И я впала в панику, наверное, того, что я стала читать в интернете, что это вообще такое. Стало страшно. Принять диагноз аутизм родителям очень непросто. И, правда, иной раз проходит достаточно много времени. Может быть, даже год, несколько курсов реабилитации, когда мы взаимодействуем с мамой, с ребенком. Мы работаем над принятием этого диагноза. Это, правда, страшно. Но потом вроде у нас появились возможности ее лечить. Мы стали ее возить в другие города. Да, мы стали проходить методику томатиз. Рефлексотерапию микпротоковую. Но хоть это и нам обещали какие-то результаты большие, но не было вообще ничего. То есть, вот как все шло, так и шло. У меня ребенок ходил в обычный детский сад, где мы сталкивались просто с тем, что у нас каждый день кулюют. Вот когда заводишь своего ребенка в детский сад и видишь недовольное лицо воспитателя из-за того, что мы привилили своего ребенка, мне вот просто из-за этого было очень тяжело видеть этот настрой на ребенка, который вообще ни в чем не виноват. Я хотела какого-то понимания к своему ребенку, даже не сочувствия, чтобы ее просто понимали. Сталкивались мы совершенно с обратным. Наш социум привык видеть удобных детей. Но именно вот эти дети, которые становятся неудобными, где-то непослушными, где-то самобытными, именно они нуждаются в социализации. И в этой социализации социум не может им помочь. Он отказывается от них. И это проблема. У родителей, правда, есть страх посещения детских дошкольных учреждений. В обычной группе таких деток отвергают. В группе интегрированной, если там есть детки с более серьезными диагнозами, родители боятся, что их дети наберутся каких-то дурных привычек. И получается парадокс. Детям нужно социализироваться, а их там не принимают. И вот начну с того, что, наверное, мы очень много искали выхода, очень много чего прошли. И когда я занималась с ребенком, что очень важно, я от нее обратной отдачи не видела. Это было скорее мучение для меня и для ребенка. Любое наше с ней занятие, да, я там могла ее чему-то научить, и мы занимались с ней систематически, но любое наше занятие заканчивалось моей истерикой, что я впадала в депрессию, и потом я полночи не спала из-за того, что я, наверное, грубо даже будет сказано, вот у меня было ощущение, что там вообще пустота. Думаю, ну что, она же меня должна слышать. В таких случаях заниматься с ребенком нужно. При всем том, что мать может не видеть результата, биться, ей кажется, что у ребенка все падает в пустоту, оно не падает в пустоту. Все запоминается, все пишется, и потом, когда у ребенка возвращаешь сознание, это все активируется просто очень быстро. Если у ребенка в это время не было занятий, если ребенок был брошенный, оставленный родителями, то потом восстановить вот эти элементы памяти, включить его в нормальное развитие на порядок сложнее, и это тогда будет занимать годы. В итоге, пройдя вот через такое долгое течение, мне вот рассказали о вашей методике. Я написала Наталье. Долго помню, вот тот вечер, когда видео ждала это, я не могла спать. Пришло видео, и когда Наталья задавала Андрею вопрос, можно ли ей помочь, у меня мурашки просто потели. Я вот прямо затряслась. Он ответил, что да. У меня вот слезы. Я вот слушала, переслушивала дальше. К нам, когда обратилась мама с заболеванием у ребенка, с которым мы работали, ребенок уже был в взрослом возрасте, 6 лет, но при этом он не мог сам надевать носки, сам не мог нормально питаться. Ну, то есть задержка была вполне очевидной. И многие врачи уже ставят на таких детях крест, и социум не принимает их. Ну, считают, что уже мало что возможно сильно изменить. Но когда я начала работать с этим ребенком, я увидел, что у него в пространстве варианта, в будущем, есть абсолютно здоровое тело, абсолютно здоровое сознание и здоровая жизнь. И мы взяли этот вариант будущего и начали подтягивать его к настоящему, чтобы это был здоровый ребенок. И скажу сразу, я скептик такой вот прям. Сказать, что я в что-то там сверхъестественное верю, я не могу. Я абсолютно адекватный человек, который рационально думает. И когда говорят, что, в принципе, ваш ребенок неизлечим, но он, конкретно говоря, просто поддается дрессировке, как собачка. Ее можно надрессировать, скорректировать, но вылечить ее нельзя. Но это как... Ну, это страшно. Слушать это страшно. И в первую очередь работа с психологом требуется родителю, когда он такое слышит. А даже не ребенку. По факту, сегодня дрессура таких детей это единственный вид помощи от официальной медицины. От экстрасенсов, от целителей и так далее. От тех, кто с ними пытается заниматься. Все школы абсолютно построены на дрессуре. И это удивляет, потому что, в принципе, запустив у ребенка сознание, вероятность того, что он восстановится, возрастает в разы. А психологическая помощь действительно требуется родителям. Более того, сознание у ребенка включается тогда, когда отработана карма родителей. Поэтому первичная работа всегда с родителями. И вот через пять дней после того, как с нами Наталья поработала, с Андреем, я стала замечать изменения. Вот такие прям колоссальные. Как-то по-другому стала смотреть. Мы с ней проиграли. Она подошла ко мне и стала играть в ладушки, в игру, в которую мы играли с ней крайний раз в полтора года. Когда это была та самая Инна, которую вот мы помним. Кашку поели, чух полетели, на голову сели, сели, посидели, прочь улетели, полетели, 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 крыни на головку сели, посидели и снова полетели. И для меня это было что-то таким, я прямо ее увидела. Я помню, что я с ней сижу и говорю, где же ты, почему, где ты была? Ты спала, ты проснулась? После нашей работы первое, что включается у ребенка, это сознание. Меняется взгляд, меняется отношение, именно чувственное отношение ребенка с матерью. И родители чаще всего именно на это начинают обращать внимание. На сегодняшний день мы занимаемся. У меня ребенок умеет читать, она умеет считать. Она знает абсолютно все буквы. У нее проблемы есть, конечно же, с произношением. Нам еще до такой развернутой речи еще идти, идти. Но это слова, и мы не могли от нее добиться их много лет. ее, ее, все, все, все. Дальше. Все, все. И-и-и. 10. Молодец. Здесь мы видим значительные изменения, которые произошли за короткий период времени. Изменения в речевом развитии. То есть ребёнок начал говорить, стал запоминать буквы, повторять слова, появились фразы. На это уходят годы, поверьте. Я очень счастлива, что мой ребёнок начал разговаривать. Она стала меня понимать. Она увидела свою сестру. Я отправляла фотографии, что она её обнимает. Это первые фотографии. У меня младшему ребёнку годик. Это первые фотографии такие, где моя дочь обнимает свою сестру, что она её видит, замечает. Наш папа звонил сегодня по видео нам. И она, подойдя к телефону, сказала, папа, я хочу играть, чтобы я отдала ей телефон. Она проявляет полностью свои эмоции. Но остальное, это, наверное, теперь зависит от нас ещё. Я жду ещё, конечно, у неё каких-то изменений. И мы этого очень ждём. Я уверена, что у меня всё будет хорошо. Я совершенно стала по-другому относиться к своему ребёнку за этот период. И за это Наталье огромное спасибо. Я пересмотрела своё отношение к её особенностям. Если я... Вот вы знаете, у меня было такое состояние, когда я вот это всё стала переживать. Сначала я не хотела этого признавать, принимать. После того, как я всё-таки стала понимать, что есть какая-то проблема у ребёнка, такое состояние было внутри, которое нужно пережить. Вот если правильно объяснить. Вот чтобы вот ехать в машине, и пусть вот лучше, да бог просит, вот разбиться вместе с ней, чтобы вот нас никто не мучил. Чтоб ни она не мучилась, ни я не мучилась, её защищая от общества. Насколько сложно бывает родителям? Весь мир сужается просто до точки, до точки безысходности. Когда нет выхода, когда могут возникать суицидальные мысли, когда может возникать всё, что угодно в голове, человек не знает, не знает, как найти выход. И самое главное, социум в этом не помогает. Основные приёмы психотерапии включают эмоциональную составляющую. Но эмоциональная составляющая, она даёт разовое облегчение и после этого накрывает ещё больше. И таким образом у родителей, по сути дела, бывает ступор, полная безысходность. И в это время действительно очень важно проявить внутреннюю силу, найти вот этот вот ресурс и найти возможность выйти к тем, кто работает с сознанием людей, кто может помочь включить сознание у ребёнка. Это самая главная проблема, когда ты защищаешь ребёнка в детском саду от нападок взрослых людей, даже не детей. Агрессия общества на сегодняшний день она достигает просто своего апогея. Причём она проявляется не просто на улицах, в магазинах или там в политических пикетах, она проявляется в детских дошкольных учреждениях. Если ребёнок неправильно ходит, если он говорит не то или не говорит, если он не такой, как все, то это вызывает агрессию. Не потому что воспитатели плохие, потому что им самим тяжело, потому что они все сами задавлены, потому что психологическая помощь не на должном уровне. Потом я как-то по-другому на всё это посмотрела. Я стала видеть в своём ребёнке, что это, наверное, для чего-то, она нас чему-то учит. Любить друг друга, сохранять семью, держаться друг за другом, что мы все друг другу нужны. Наверное, может быть, для этого всё это. И на сегодняшний день я смотрю на своего ребёнка совершенно иначе. Ребёнок именно для этого и приходит, чтобы научить родителей, чтобы родители изменились, чтобы они стали ценить то, что они никогда не ценили. Она замечательная девочка, очень добрая. У неё появились эмоции, у неё появилась чувствительность. В полтора года, когда вот это всё произошло с нами, даже страшно вспоминать, я думала, что она очень терпеливая, потому что это я вот сейчас уже понимаю, что у неё просто пропала физическая чувствительность. Она не чувствовала боли так, как это должно быть. Например, она могла упасть, встать, отряхнуть коленочки, охнуть, ахнуть и пойти дальше. Когда ребёнок, раздрав колени, должен кричать, плакать, да, у неё такого не было. Я думала, надо же, какая терпеливая девочка. И впоследствии, когда она там могла удариться, расшибить себе коленку, локоть ударить, она не плакала. На сегодняшний день у неё появилась такая прям обида. Если её наругать, она обидится, она заплачет, когда раньше такого не было у неё. Это адекватная абсолютно реакция ребёнка, ранимого. Если она ударится, она заплачет. Ей нужно, чтобы её пожалели. Такого тоже не было. И вот такие вот даже моменты. Её чувствительность, она радует. Хотя, казалось бы, ребёнок плачет, ударился, это радует. Здесь речь идёт не о терпеливости ребёнка, а о нарушении именно психических структур мозга и нарушения нервной системы. И, то есть, казалось бы, глупая ситуация, а мама так довольна, когда ребёнок ударяется и проявляет какие-то эмоции и чувства. Подскажите, пожалуйста, сколько времени прошло с того момента, как вы узнали о диагнозе Инны до того момента, как вы узнали об инфодайвинге и обратились к нам? Четыре года. И за эти четыре года вы к кому-нибудь обращались? И были ли какие-либо результаты? Мы проходили много методик, но вы знаете, я вам так, наверное, скажу, она менялась, и как нам хотелось думать, она меняется именно из-за тех методик, которые мы применяли. Но я анализирую всё и понимаю, что она менялась не потому, что так сильно менялась, не потому, что эта методика ей помогала, а потому, что она просто росла и поведение её менялось, она взрослела, и, естественно, что бы там у неё в диагнозе не стояло, поведение будет меняться за четыре года у ребёнка. Она перестала бегать по кругу, то есть стала более собранная, но не настолько, чтобы вот как-то, как за эти пару месяцев, полгода, да, прошло, что сейчас она очень сильно изменилась. К нам приходят люди, которые это замечают. Я ведь никому это не рассказываю, что ко мне приходят, и я говорю, вы знаете, я там прошли инфодайвинг, нет, обратились, да, к людям, которые занимаются инфодайвингом. Нет, такого нет. Но она говорит до свидания. Причём, она так говорит интересно, она выходит, она понимает, кому сказать до свидания, а кому сказать пока. А иногда, если она видит, что в прихожей стоят и взрослые, и дети, она выходит, говорит до свидания, пока, и говорит по-английски, бай-бай. А откуда вы узнали об инфодайвинге? Мне сообщила знакомая, здесь у нас тоже в городе нашем, к вам обратился мальчик, самый первый, Марк, бабушка у него, Галина, и вот это была её знакомая. Мы с ней контактировали, контактировали, и она мне сообщила, я, собственно говоря, в этот же день написала. Ну, если попадёшь в такую ситуацию, наверное, в чёрт-то лысого поверишь, что надо везде, наверное, искать, и хуже уже не будет. Она была сложным ребёнком, очень сложным. Она не понимала, что ей говорят. У нас не было вообще ни одной фразы, абсолютно ни одной. Но это же о чём-то должно говорить. Я же тоже думаю, размышляя на эту тему. Мы столько лет искали выход какой-то, и как будто стена, броня стоит какая-то между ней и мной, что она меня не слышит. Она как кушает, ходит, смотрит. Но никакой отдачи от ребёнка я не вижу. Какие-то малейшие просветы, что она вот раз включится, меня обнимет. Там поцелует, любит объятия, да. Ну, собственно говоря, на этом всё. Если я просила её пойти со мной позаниматься, это была для неё истерика. То есть она так плакала, для неё это был такой стресс, что я заставляю её сидеть и заниматься. И это была именно дрессировка. То есть возьми, положи, дай. То есть вот такие моменты. Сейчас это именно объяснение, объяснение материала. Ну, человек, который не понимает, не будет читать. А она именно буквы в разброс, и по слогам у нас уже, и цвета, и всё это легко. О. Дальше. Ак. Чяк. Ик. И более того, она применять стала свои знания и в быту, и на улице, везде. То есть она вот идёт, посмотрит, расскажет, что это такое. То есть она понимает, она не ассоциирует наше занятие только с тем методическим материалом, который имеется у нас дома. Она это видит вокруг себя. Раньше, когда она сидела в телефоне, там смотрела, да, какие-то мультфильмы или ещё что-то, это было просто бесполезное занятие. бесполезное времяпровождение. Она просто слушала, перематывала, опять слушала. Я стала обращать внимание на то, что она именно в те моменты, когда ей дают телефон, поиграть, ещё что-то, она там ищет именно информацию и рассказывает её. У нас был такой случай, когда я вот Наталье об этом писала, она подошла ко мне, мы с ней учили части лица и тела, но в общих чертах, то есть нос, губы, глаза, шея, там руки, вот так. А она ко мне подошла и называет все части тела, которые мы учили, нос, глазки, губы, рука и показывает на мою локоть и говорит локтевой сустав. На ногу показала и назвала кость. Вот я даже сейчас не могу сказать, какая это кость. У меня по анатомии очень... Но она же откуда-то это взяла, и я стала анализировать, где она взяла эту информацию. То есть она это не просто просмотрела, она это спроецировала на меня и показала, и рассказала, что это такое. И потом я вспомнила, что она смотрела видео в Ютубе, где это показывали и рассказывали на примере картинок. Буквально позавчера я укладывала ее... Я уложила младшую дочь спать и пошла, легла вместе с ней. И она пела песенки. Я сначала не могла разобрать, что это такое, а потом, услышав несколько слов знакомых, я поняла, что она поет. Она пела песенку «В лесу родилась елочка». Я услышала слово елочка зимой и стала ей подпевать. Она в этот момент на меня посмотрела и стала петь с самого начала. Мы, когда прошли на дальнюю отработку, все те книжки, которые я ей читала, и думала, что это просто в пустоту уходит куда-то, ну, что это мимо нее, что вот она сидит, а как будто информация мимо нее идет, она мне стала их рассказывать. Она мне рассказала впервые стихотворение «Идет бычок, качается, наша Таня громко плачет, зайку бросила хозяйка». Ну, это был такой шок для меня. Я это и на видео снимала, и всем знакомым отсылала. Ну, это не передать словами, когда твой ребенок просто отсутствует столько лет, его просто с тобой нет, и тут она раз и появляется. Сначала у ребенка накапливается пассивный словарный запас, и потом, через некоторое время, он переходит в активный. Так происходит у здорового ребенка, и этот переход длится, ну, и занимает непродолжительное время. Здесь у ребенка-аутиста, да, мама отмечает, что годы занятий, годы регулярных, ежедневных тренировок, да, и мама говорит, как будто бы в пустую, как будто бы просто так, вот они проходили мимо. И вот, видите, здесь мы тоже вот видим, когда пассивный словарь, да, перешел в активный, да, и ребенок стал воспроизводить все, ну, наверное, пока еще не всему, чему его научили, но, по крайней мере, уже большей части он откликается, да, она запоминает, она повторяет. Да, у нее бывают, конечно, какие-то, что она немножко в себя уйдет, что ей нужно несколько раз что-то повторить, но это все пройдет, это уже совершенно по-другому выглядит. Она выглядит абсолютно адекватным ребенком, мы находимся в магазине, на вопрос, что ты хочешь, она отвечает, она может сказать продавцу, что она хочет. коряво где-то, где-то половина непонятна, но я понимаю, о чем она говорит. Сегодня вечером она подошла ко мне, обняла меня и сказала дословно, дайте лейфов, я тебя люблю, попосита, очень сильно. Ну, это же слова, пусть где-то корявые, но это речь, человеческая речь. И это чудесно. Потому что пока не столкнешься, не поймешь, как это осознавать, что твой ребенок с тобой вообще разговаривает. Внутри состояние надежды. Вот когда ты очень сильно переживаешь, и внутри трясет. И появляется надежда. Маленькая. И вот даже за это огромное спасибо. Потому что, когда ты живешь без надежды и без какого-то будущего, даже у себя в голове, это очень тяжело. И когда тебе просто дают надежду на то, что у вас в семье будет все хорошо, потому что когда болеет ребенок, это самое страшное. И когда я смотрела это видео, появилась надежда на счастливое будущее своего ребенка. За это время, за эти полгода ребенок стал совершенно другим. Еще какие-то, конечно, нюансы остаются у нас. Нам нужно наладить речь полноценно, чтобы она разговаривала развернуто. Но это уже совершенно все по-другому выглядит. Мы спокойно ходим в магазин. Она спрашивает, можно ли ей взять в магазине с полки что-либо или нельзя. То есть, если раньше мы ходили с ней, и это было бесполезно ребенку что-то запрещать, чтобы не вызвать у нее стресс, какой-то крик даже иногда, чтобы прохожие как-то не посмотрели не так на твоего ребенка, избежать какой-то агрессии в сторону маленького ребенка, бери все, что только хочешь, клади, мы тебе все купим. Сейчас это все не так. Она подходит, она берет, смотрит на меня, если я машу ей головой, нет, она положит обратно на полку. Возьмет другое что-то, ей нет, она снова положит на полку. Ну нельзя и нельзя все. То есть она все прекрасно это понимает. Она стала хитрить, стала обращать внимание, что на улице она стала играть с сестренкой. И я провела, скажем так, такой эксперимент. Мы гуляли с детьми на улице, и я целенаправленно отошла. Отошла, я говорю, Инночка, пойдем, а София при этом сидела и играла в песочнице. И я отхожу на 10 метров и думаю, пойдет она за мной или она останется с ней. Инна стала паниковать, схватила Софию за руку и кричит, пойдем. мультфильм. То есть она ее не оставила. Это же говорит о том, что она испытывает к ней чувства, что это не пустое место для нее. Вчера, вот, которая фотография вам отправила, вчера вот они лежали, смотрели мультфильмы, она ее не отпускала. Она лежала, ее обнимала, и когда София хотела встать и уйти, она ей не разрешала этого делать. Она ее брала на руки, несла, клала обратно на диван, и они смотрели мультфильм. То есть ей прям хотелось, чтобы у нее был человек рядом, с которым бы она посмотрела свой любимый мультик. Когда я читала накануне еще дневнички мамы, она говорила, что девочка даже не обращала внимания на свою младшую сестренку, она не замечала ее. Смотрите, сейчас она очень эмоционально к ней относится, да, она ее обнимает, жалеет, заботятся о ней, да, то есть это невероятно. Ну, это совершенно другой ребенок, совершенно другой. Нас и специалисты хвалят, к которым мы ходим, отмечают успехи ее очень большие, что она меняется. Чего вы ожидаете в дальнейшем? Какие у вас планы? Пойти в школу. Это моя заветная мечта. Пойти в школу, отвезти своего ребенка в школу за руку, в белых бантах. Это будет самый счастливый день в моей жизни. Я, наверное, только об этом больше всего мечтала с того момента, как все это случилось. отвезти ее за ручку в школу. Кто-то мечтает о дорогой недвижимости, кто-то о норковой шубке, а кто-то мечтает отвезти ребенка в школу. Представляете, все мы очень разные. И в то же самое время все мы хотим любви, все мы хотим быть нужными, и все мы хотим иметь здоровых детей. А сколько сейчас Инночке полных лет? Нам исполнилось 7 лет. Что вы хотите сказать, может быть, или пожелать родителям других детей аутистов? Пожелание делать все, нигде не останавливаться ни на чем, пройти через все эти социальные барьеры, которые вокруг нас, что чудес не бывает, что это неизлечимо, что нужно смириться, воспитывать своего ребенка как волчонка в доме, что это не волчат, это такие же дети, которым нужна просто помощь, эту помощь нужно оказывать ребенку. Не пользоваться государственными деньгами, пособиями, которые выделяются на таких детей, и всю жизнь кормить их медицинскими препаратами, которые подавляют их как личность, и просто делают их удобными, котятами в доме, которые не кричат, не бегают, а услышать своего ребенка и помочь ему, ведь в принципе может случиться страшная ситуация с каждым из нас, мы сегодня ходим, а завтра молния ударила и мы можем лечь, ведь они же думают, они все понимают, но физически не могут это показать, что-то внутри мешает этому ребенку показать свою истинную реакцию, что он тебя хочет своему ребенку, общество тем более откажется от него, наши дети обществу нашему вообще не нужны, от них везде отказываются, отмахиваются, и я желаю каждому родителю услышать своего ребенка и стараться помочь ему любыми путями, пусть вокруг крутят увеска и говорят, что ты сумасшедшая и веришь во все, что только можно, но если это поможет твоему ребенку, да и пусть они все крутят у своего виска, лишь бы только твой ребенок был здоров. И Наталье с Андреем хочу сказать огромное спасибо за их работу проделанную, что они дарят людям хотя бы надежду и желание жить дальше. Большое спасибо. Вот хотела еще сказать, что занятия с ребенком, чтобы родители не связывали работу Натальи и дальнейшее развитие ребенка, что это абсолютно несвязуемые вещи, что вы открываете, собственно говоря, ту самую голову ребенка, в которую родитель должен радовать свои знания. был такой Маугли, который ничего не слышал, ничего не видел, и тут ребенок просыпается, а все, как будет развиваться ребенок дальше, это только работа родителя, это как с обычным ребенком, есть же и дворечники, и отличники, но это же никак не связано именно с самим ребенком, это на 90% работа родителя, поэтому желаю всем родителям заниматься со своими детьми, работа подождет, все вокруг подождет, а дети это наше будущее. Это действительно так, родителям необходимо включаться и заниматься с детками, не надо полагаться на специалистов, а прислушиваться к ним, выполнять домашние задания, и каждый день понемножку вместе с ребенком помогать ему и овладевать новыми знаниями. Особую радость помню, когда Инна впервые сказала, что она меня любит. Это было буквально месяц назад я отправляла это видео. Это было коряво, больше похоже на фразу «я тебя убью», но она говорила «я тебя люблю». И я это прекрасно понимала. И я это слышала и я это почувствовала. Я люблю, 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 пью. но это самая большая вот была самый большой национальный всплеск, который был за последнее время, что мой ребенок так сказал. И действительно, когда Наталья нам сказала, что ребенка нужно отвезти на море, мы поехали на море, и там у нас появилась фразовая речь. Она стала говорить «я хочу купаться». Это была наша первая фраза. Она посреди ночи могла одеть свой синий круг и попроситься на море, и мы с ней шли, потому что ей нужно было идти на это море. Дальше конечно же нам нужно много чего наработать, но это уже дело пятое, это уже наша работа. Поэтому спасибо вам большое, и я бы была рада контактировать с вами дальше и делиться нашей радостью. До свидания. Инночку мы считали очень тяжелым случаем. Ребенку почти 7 лет, и он не разговаривает. Официальная медицина считает, что если до 7 лет речь не развилась, то ребенок не заговорит. Но Инночка нам показывает обратное. Это доказательство того, что наши предположения верны, что наша методика работает, и что все поправимо. и это что не это как еры и не , что они не , Продолжение следует...